Приветствую вас на своем канале. Многие автовладельцы знают, что подделка моторных масел встречается часто, что масла подделывают. Но о подделке охлаждающей жидкости мало кто задумывается, а их также достаточно часто подделывают. Например, современные охлаждающие жидкости, то есть антифриз и тасол делают на основе спирта, поддельные же антифриз и тасол делают на основе кислоты. Такая охлаждающая жидкость начинает изнутри разведать двигатель. Бывают случаи, когда съедает крыльчатку помпы, бывают, когда разъедает прокладку головки блока цилиндров. Все это приводит к нежелательным последствиям. Один из этих антифризов у нас оказался поддельным. Клиент его привез, мы его начали заливать, нам не понравился немного цвет, решили проверить его и оказалось, что он поддельный на кислотной основе. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент и определим, какой из этих антифризов оказался у нас подделкой. Чтобы проверить качество антифриза, нам понадобится обычная пищевая сода, которая, мне кажется, есть в каждом доме. Спиртовая основа не будет никак взаимодействовать с содой, а вот кислотная начнет давать бурную реакцию. Давайте добавим соду и посмотрим, какая у нас будет реакция. Как мы видим, сода осела на дне, не дала никакой реакции. Насыпаем соду теперь фтосол. Воздух вышел, никакой реакции не наблюдается. И насыпаем соду в третий антифриз. Сразу видим, как происходит бурная реакция. Вот таким образом можно проверить антифриз, качественный он или нет. Давайте нальем другой красный антифриз, чтобы сравнить цвет. Капер, конечно, плохо передает. Но вот этот антифриз гораздо более яркий. В отличие от подельного, подельный какой-то более розовый. Слабовато-слабовато розовый. Давайте добавим соду в этот антифриз. И видим разницу. Как среагировал антифриз в данной емкости. И как среагировал антифриз в этой емкости. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Удачного вам дня. Продолжение следует...